Хороший кофе с утра, хорошая устойчивая связь и быстрый интернет круглосуточно. Ровно в полночь оператор мобильной связи Теледва запустил сеть 4G в семи городах Иркутской области. Там, где население превышает 50 тысяч человек. Это Иркутск, Ангарск, Братск, Уссоль, Устилинск, Черемхова. Плюс Бодайбо, там трафик на одного абонента Теледва больше, чем где-либо в России. И уже в который раз за это утро тест скорости, устойчивая почти 30 мегабит в секунду. Для того, чтобы пользоваться 4G, должен быть, во-первых, телефон поддерживает 4G и сим-карта должна поддерживать. Исходя из данного количества абонентов, то есть наша сеть была рассчитана. То есть емкость сейчас рассчитана на наших абонентов. Таких абонентов пока чуть больше 10% от общего числа. Это уже презентация новой сети гостей в самолетных креслах. На их глазах очередной взлет компании. За год охват сети достиг 96% населения Иркутской области. Интернет в формате 4G доступен 54% жителей региона. Этого удалось достичь за счет модернизации действующих объектов сетевой инфраструктуры. Новое оборудование появилось на тысячи базовых станций. Для нас Иркутская область – это базовый и очень важный регион. Поэтому мы с очень, так можно сказать, трепетом подошли к тому, что все оборудование, которое здесь работает, должно быть самое последнее. Оно должно быть самое качественное. И сегодня можно с гордостью сказать, что после сложного периода сфапирования в сети мы можем сегодня предоставить нашему клиенту лучшую сеть в Иркутской области. Она лучше не только по охвату, но и по технологиям, которые мы предлагаем на следующий день. Сеть 4G запущена в частотных диапазонах 800 и 1800 МГц. Кроме широкой зоны покрытия, это дает и более хорошее проникновение сигнала, например, в жилые помещения. Иркутская область стала четвертым регионом в Сибири и 25-м в стране, где был запущен высокоскоростной интернет. И это с учетом того, что Теледва зашла на рынок телекоммуникаций чуть больше года назад. Руководство компании отмечает, такими темпами не строили сети еще ни одного мобильного оператора в стране. Этап строительства прошел в этом году, прошел успешно. Если говорить про инвестиции, замену оборудования – это 2,1 миллиарда рублей. А с точки зрения 4G мы это делаем в рамках нашего подписанного соглашения с областью об обновлении телекоммуникационной инфраструктуры. И мы планируем проинвестировать в это обновление и развитие, что самое главное, и все эти 4G сюда входят, 6,1 миллиардов рублей. Строительство сетей четвертого поколения на территории Приангария будет продолжено. Согласно статистике, количество тех, кто нуждается в высокоскоростном мобильном интернете, растет ежедневно. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас.